Всем привет! Небольшие новости. Уже, наверное, год от меня вообще ничего не слышно. Вот так вот. Что-то там выкладывала, что-то там не выкладывала. И переводы, и видео на ютубе. Короче, у меня год этот вообще какой-то сумасшедший появился, получился. И сейчас просто как-то всё не легче становится. Началось всё с того, что у меня в конце января бабушка сломала ногу. И ей, бабушке 92 года она тут у меня была, сейчас 93 уже. И ей понадобился уход 24 часа в сутки. Мы живём в Германии, тут у нас есть различные... То есть, как бы и до этого у неё приходили эти люди, которые за ней заботятся, медперсонал. А теперь нужно было ещё, ну, ещё больше надо было заботы ей. А наша компания, которая вот ухаживала за нашей бабушкой, она сказала, что нам это типа медицинская страховка будет деньги платить, мы эти деньги будем переселять вам как родственникам, да, ну, как моей моей. А вы, пожалуйста, сами дальше с бабушкой следите, потому что мы больше заботы не можем предоставить для вашей бабушки. И вот мы сидели там, это долго-долго мучились, так сказать. Сначала, конечно, мы совершенно не хотели... Ну, в случае, нам сразу сказали в больнице, что, мол, это всё, это только дом престарелых, там будет ей хорошо, да. Но мы, естественно, не хотели этот дом престарелых её запихивать просто так. Мы сначала постарались сами своими силами за ней ухаживать, но это было просто невозможно. Помимо того, что она сломала ногу, у неё ещё и рука поломанная до этого была, да, то есть как бы при падении она это ещё раз повредила, ну, открылся перелом тут старый. И плюс ко всему у неё уже как бы этот старческий маразм небольшой пошёл, и после... вот ей на ногу, там, на бедро, шейка бедра у неё поломалась, короче. И вот на эту ногу ей сделали операцию, и после наркоза у неё вообще как-то крыша поехала. Мы уже думали, всё, бабушка уже больше в сознание не придёт, ну, как бы в нормальное сознание не придёт. Но ничего, это самое, мы с ней пару месяцев посидели, больше сидела, конечно, мама, я занималась бумажными делами, посидели с ней пару месяцев, вроде как сознание более-менее как вернулось в норму, но у неё пошли загоны, мол, что вы все плохие, вы все меня хотите, там, это самое. Короче, у неё пошли загоны сильнейшие, да. На самом деле, тяжело вот чисто морально вот это всё переживать. Мама моя вообще там чуть ли не каждый день плакала. Плюс ко всему, бабушка, она по ночам вообще спать не давала, то есть она просыпается каждый минут 15, ей нужно там то ли в туалет, то ли просто подойди ко мне, там, либо ещё что-нибудь такое, либо это самое, чтобы она не упала с кровати, мы ставили эту решётку такую, ну, там, кровать специально такую потащили для лежачих пациентов. И чтобы она не упала с кровати, мы решётку поднимали. А она вот как маленький ребёнок говорит, не хочу эту решётку, вот, и давай по ней стучать, там, долбить, короче, вообще спать не давала совершенно. Мама при этом ещё работала, то есть она днём работает, это самое, вечером приезжают бабушки, ухаживают за ней, и ночью, естественно, тоже на них она не спит, да, и это было как бы на протяжении нескольких месяцев. На выходных и во время, когда мама работала, мы её заменяли, допустим, когда мама работала, там, дядя приходил, брат мой приходил, пару раз приходил ещё мой муж, ну, мы, допустим, с мужем больше по выходным приходили, то есть днём на выходных вот сидели. Потом муж начал уже пару ночей заменять её, то есть, допустим, с субботы на воскресенье, либо с праздницы на субботы, вот эти вот ночи как бы подменяли её, а я выходные была у бабушки с утра до вечера. Ну, то есть не все, конечно, выходные, но вот часть выходных, по крайней мере, да, которые там получилось. Вот, и в итоге получилось, что я ещё и практику делала, пятичасовую, ой, пятидневка, восьмичасовая, пятидневка, как обычно, практика, и получается, что у меня выходных вообще не было. Если я попадал в какой-то выходной, то мне надо было как бы ещё и на дачу ходить, у нас есть дача, за которой надо тоже следить, причём эта дача, это как бы, не то, что там в России какая-то дача, там приезжаешь, когда хочешь, делаешь, что хочешь, и далее. Ни хрена, здесь, в Германии, тут это дачное сообщество, если ты не выполняешь требования от дачи на сообщество, то тебе это самое, сначала будет предупреждение, потом будет штраф, а потом тебя могут просто-напросто выселить из этой дачи, мол, ты не ухаживаешь за дачей, так что тебе тебе делать нечего. Поэтому нам приходилось туда тоже ехать, то есть как бы пятидневка, восьмичасовая, выходные, либо бабушкой сидеть, либо вот на дачу там копать, ухаживать там за этой дачей. А дача у нас буквально недавно, она у нас, мы её в октябре этого года купили, или в сентябре, и там она довольно-таки запущенная была, то есть по идее надо было за ней, ну много надо было ухода делать. То есть мы осенью в том году немножко по это, поупирались там на даче, и собирались как бы весной уже как бы рвить её в хороший внешний вид. Но весной нас с бабушкой сидим, делать нечего, тоже делать нечего, в смысле, ну как бы времени не было, чтобы что-то делать на даче. Короче, кошмарный был период на самом-то деле. Вот, и в конце концов мы всё-таки пришли к решению, что надо всё-таки бабушку отдавать в том престарелых, потому что это просто невозможно было. Бабушка на нас всех сильно жалуется, что мы такие негодяи, что мы такие плохие, что нам на неё плевать, что это самое, что мы ей что-то плохо всё делаем, что мы её что-то, оставляем её эти таблетки пить, и так далее, и так далее. Короче, да, тяжело было. Плюс ко всему, мы не могли нормально за ней как бы ухаживать, да, то есть как бы, одно дело, там ей приходит, мне стало там, колит этот уколчик, там вот как называется, как он называется, это от болезни этой, ой, диабет, вот, диабет такой, только уколчики, потом ещё они должны, по идее, приходить ей и кушать, готовить должны, по идее, приходить, и закупаться, какие продукты закупаться они, ну как бы до того, как она тогу сломала, вот это всё как бы входило в обязанности той фирмы, которая у нас была. Что они там еще делают? Чулки там одевают, эти компрессорные, компрессорные, как это по-русски называется, не знаю. Ну, короче, такие... А, подмывать, естественно, конечно же. Вот эти вот все вещи как бы должны были делать медперсонал с той фирмы. Но! Моя мама работает в той фирме, и она как бы периодически тоже, как моя бабушка, как была клиентка, пациентка моей мамы. То есть она там периодически приезжала, там у неё как бы тур свой был, рабочий. То есть она приезжает к одному пациенту, потом приезжает к другому пациенту, и как бабушка она была тоже в этом туре. И фирма, которая вот этим всем этим делом занимается, как только вот бабушка полмала ногу, мама взяла там отпуск, чтобы сидеть с бабушкой, и сказала, я всё буду делать сама. То есть вот это вот ухаживание, то есть это подмывание, кормление, плюс ко всему готовка и покупка продуктов, это всё как бы маму сказала, я сама, да, неделю целую. То есть она взяла отпуск, и в целом деле так вот сама всё это делала, ухаживала за бабушкой. А потом фирме это самое, и фирме это понравилось, естественно, и они это больше, как сказать, не присылали практически дополнительных сотрудников на этот, ну, в помощь маме, да. То есть как бы вообще на самом деле была просто катастрофа, что там с этой фирмой творилось. Короче, я ещё занимала свободное время там тем, что у меня было какое-то свободное время, на самом деле, вообще не было. Свободное время, имею в виду, что вот после работы я, допустим, приходила домой, я это искала в интернете другие фирмы, которые могли бы взять больше на себя вот эти вот медицинские обязанности, чтобы за бабушкой больше ухаживать. В итоге потом всё-таки решили, что всё-таки это всё бесполезно, у нас Коновер не такой уж и большой город. Плюс ко всему самое сложное, это, конечно же, ночью сидеть, потому что ночью бабушка спать не даёт, а без полноценного сна, естественно, и у мамы моей тоже там крыша едет, и со здоровьем у неё тоже начались проблемы небольшие, да, у мамы. В итоге искали уже подходящий дом престарелых, найти смогли лишь уже к середине мая, то есть вот с февраля, да, в феврале, где-то её, 15 февраля, это её выпустили из больницы. И вот до середины мая вот этот вот период у нас был прям жесткач полнейший, совершенно никаких свободных дней. У меня ещё более-менее хотя бы там высыпалось, да, а мама моя вообще это кошмар, на самом деле, и для неё было. Вот, я была как без выходных, мама не высыпалась, вот. У мамы были выходные, буквально вот эти вот, в субботу-воскресенье мы её старались заменять, чтобы хоть как-то человек отдохнул, да. У меня выходных вообще не было, но зато я высыпалась ночью, хоть как-то немножечко высыпалась. Далее что? Далее, когда у нас замаячил впереди то, что вроде как находится какой-то дом престарелых, я решила, что всё, как бы у меня по плану, по идее, там, ещё до вот всего этого происходящего, я запланировала, что я буду делать практику, то есть с декабря по май я делала практику 6 месяцев, чтобы для учёбы своей, ну, как вот для учёбы своей, да, то есть я сделала уже 2 года обучения, я его закончила, теперь я сделала полгода практики, получила, так сказать, высшую ступеньку, и вот с этим всем я могу пойти уже на бакалавр учиться, то есть у меня как бы уже есть диплом с дизайнера, и после этого я могу пойти на бакалавр учиться. У меня было запланировано так, что я, вот практика заканчивается где-то апрель-май, я, значит, где-то в марте, у меня спираль стоит, это самое, чтобы я не беременела, я, значит, в марте вытаскиваю спираль, я, значит, беременею вторым ребёнком, и последние пару месяцев практики, как бы, ну, первые месяцы беременности у меня будут такие, да, такие лёгкие первые месяцы беременности, заканчиваю практику, потом всё лето как бы отдыхаю, наслаждаюсь своей беременностью, так сказать, А в августе я собиралась начать учиться уже по удалёнке на этого бакалавра, то есть один семестр, чтобы у меня прошёл, чтобы я успела сделать семестр обучения, и это вот в декабре-январе буду уже, типа, как рожать, да. Но всё, опять-таки, прошло не так, как запланировано. Дело в том, что, во-первых, были очень тяжёлые вот эти месяца от апрель-майя, были очень тяжёлые, вообще без выходных, да, то есть поначалу, как бы, в марте, когда я снимала «Спираль», ещё как бы я ещё не совсем устала тогда, да, то есть я подумала, ну, в принципе, я как бы вытерплю там всё, там, беременность, у меня одна беременность уже была, она такая лёгкая была, вообще прекрасно всё там было, вообще никаких этих забот. Вот, беременность — это просто фигня-рополнейшая, то, что это переживётся всё, думала я. Так, у меня телефон звонит, я отвечать пока не хочу. Так, хорошо, потом отвечу. Так вот, значит, дальше что? Дальше, дальше, дальше сбилось, в смысле. Сейчас, секундочку. А, ну, вообще, я думала, что будет лёгкая беременность, поэтому я снимаю, значит, ещё устать от бабушки ещё толку не успело, так что в середине марта я снимаю «Спираль», тут же, буквально через недельку-другую я беременю, то есть я как бы последние месячные, там, первого апреля у меня считается, да, там, то есть в апреле, где-то в середине апреля я беременею, получается, то есть буквально там чуть-чуть, ну, короче, всё произошло довольно-таки быстро, я забеременела довольно-таки быстро. В принципе, хорошо, я довольна, там всё дела, но к концу апреля я уже понимаю, что что-то тут не то. Ну, я как бы ещё не знала, что я точно беременна, но пошёл ранний токсикоз. Я сейчас даже не поняла, что это ранний токсикоз, потому что, ну, потому что обычный токсикоз начинается где-то там, короче, где-то через месяц-полтора начинается токсикоз у женщины, да, а вот такие вот ранние токсикозы – это очень редкое явление. Ну, ладно, не очень редкое явление, но это довольно-таки не так часто встречается, как обычные токсикозы, то есть ранний токсикоз – это буквально там 3-4 недели, вот, даже, наверное, не 3-4, а 2-3, наверное, недели, вот, скажите, забеременят, а если она что-то такое съест, а я съела фасоль какую-то дурацкую, мне потом так плохо было, прям, просто вообще, ну, давно мне так плохо не было, это какой-то фасолинки, просто стручковая свежая фасоль, да, я думала, ой, там, как сказать, полезная, питание, а сейчас съем эту фасолинку, ну, там, пачка этой свежей фасоли была, да, но я не всё съела, там, не знаю, полпачки, треть пачки, не знаю, короче, вот я это съела, и что-то мне как-то нехорошо и нехорошо, и потом весь вечер плевало, короче, просто капец какой-то был. После этого ещё несколько дней мне было плохо, очухалась там на 3-4 день более-менее, и при этом надо было ещё и на практику ходить, и к бабушке тоже заезжать, это было кошмар, на самом деле. Потом, значит, становилось всё хуже и хуже, то есть и токсикоз начал сильно развиваться, в мае месяце, это было просто кошмар, на самом деле. Там уже нашли, наконец-таки, мы, бабушки, для бабушки дом престарелых, то есть уже, как бы, шёл процесс обустраивания её там, то есть надо было там документы оттуда забрать, туда переписать, это самое, здесь что-то заполнить, там всё это заполнить. Все документы, всеми документами занималась как бы я, то есть все вот эти вот бланки, это всё исполняю я. Ой, я это терпеть не могу, это потому что такая морока полнейшая, и это столько там бумаг, переписывать, записывать, одно и то же пишешь, я терпеть не это не могу. Я потом ещё расскажу, как сейчас дела с этим бумагами, у меня просто сейчас перед лицом одна бумажка, это лежит, это договор, не договор, а анкета, короче. Потом я скажу, что это, короче, по порядку, всё по порядку. Короче, дальше что-то было. Дальше в мае тактикост усиливается, я еле-еле доживаю последние дни практики, да, то есть бабушку уже в 15-го числа мая отдали дом престарелых, всё, как бы, можно, наконец-таки, на выходных поспать. Плюс ещё там были майские праздники, я думала, вот, майские праздники, я сейчас буду мангу переводить, там было 4 дня майских праздников. Майские праздники в Германии не попозже немножко проходят, то есть там в первых числах там есть пару дней, это выходные, и потом не 9 мая, 9 мая, естественно, не празднуют, да, а какого там было числа, короче, где-то через неделю было ещё какие-то праздники, это был у нас Химмельсфарт, как-то, восхождение креста на небеса или Троица, короче, что-то из этих вот религиозных праздников, там 4 дня выходных было. Я думаю, вот, круто, 4 дня выходных, сейчас я как возьмусь и мангу как возьму, там переведу сразу там несколько глав, там будет всё круто, там всё оформим красиво и выстащим, выложим на сайт. И что вы думаете? Я валяюсь в кровати, у меня токсикоз ужаснейший, я не могу встать, я не могу ничего съесть, я просто лежу в кровати и сплю, потому что когда я сплю, меня не тошнит. Это единственное моё спасение было, поспать. Я все 4 дня проспала. Один день только я куда-то вышла, мне там надо было всё-таки пойти, там, этот, квартиру бабушкину. Там надо было вещи собрать какие-то, да, то, что, ну, вывозили вещи, и там мама была занята, поэтому я должна была как бы поруководить немножко этими мужиками, чтобы вы это сюда ложите, вы это сюда ложите, это тому, туда повезём, туда повезём. Короче, я была как небольшой руководитель там. Но это было буквально вот один раз я смогла выйти, по идее на второй день я должна была тоже с утра встать и помочь им там в машину там погрузить, то что, ну, как бы сказать, что вот это везите к маме, это везите там к тёте, это везите к нам, короче, вот так вот я должна была всё это реализовать. Но мне было настолько хреново, что я даже встать не могла, потому что, ну, очень хреново, короче. Такого токсикоза я на самом деле не ожидала вообще, потому что это моя вторая беременность. Я думала, вот моя первая беременность была такая лёгкая, там вот токсикозик был всего лишь две недельки, и там особо как бы я его не заметила. Я там кушала какие-то сухарики, женой хлеб этот самый нарезала мелко сама, и вот его как бы ела на работе и прекрасно себя чувствовала, в принципе. Ну да, там слегка подташнила, но это как бы нормально. Ни разу меня за первую беременность не сточнило из-за токсикоза. А здесь меня просто тошнит и тошнит, и тошнит, и тошнит. Если я что-то съем не то... Нет, знаете, вот так скажу. Когда голодная, тошнота усиливается. Когда что-то скушаешь, если что-то удачно скушаешь, то тошнота уходит, ну, чувство тошноты уходит на час-полтора примерно. А потом снова появляется тошнота из-за чувства голода опять-таки. То есть надо постоянно что-то там жевать, да? А что жевать, непонятно, потому что сегодня я могу есть сухарики, завтра от этих сухариков меня стошнит, да, сблюёт меня всё. Короче, это был кошмар. А ещё бывает было такое, что если съешь что-то как бы не совсем удачное такое, да, вроде как и вкусное, но когда вот две ложки там скушаешь чего-то, и думаешь, что-то мне как-то хреново. И потом просто-напросто придёшь блевать. То есть я даже есть нормально не могла. Дошло даже до такого, что у меня от воды просто. Обычная вода в бутылке, вот в такой вот бутылочке. Я её пью, меня хочет точнить. Ну, это, короче, было ужасно. Это чувство тошноты, оно не проходило где-то месяца три, наверное. То есть только в июне, в июле точнее, да, где-то в середине июля более-менее начала проходить эта тошнота. Осталась только тошнота по утрам. И, да, вот там только вот где-то с середины июля я начала более-менее как бы восстанавливаться, да. То есть наконец-таки вошла в рабочий какой-то ритм, да. Не то, что в ритм вошла. Креста я просто-напросто отдохнуть смогла от этого токсикоза. Точнее, вот только по утрам вот в середину июля. То есть в мае я закончила практику в конце мая, да. Наконец-таки там, думаю, всё, слава богу, можно влевать дома просто-напросто и охреневать от своего токсикоза. До середины июля был токсикоз. Потом, значит, в середине июля более-менее сколько-то улаживается. То есть уже постоянного чувства токсикозы уже не было такого сильного. Но это самое, ну по утрам только было немножко. Значит, я могла уже есть более-менее разные вкусные продукты. И, да, немножко восстанавливалась. И вот с июль, август и сентябрь я, в принципе, была такая довольно-таки продуктивная. То есть я и на даче там что-то там понаделала, да. То есть как бы привела в хороший вид дачу. Ну, более-менее такой хороший вид. Потом куча этих самых дел. Там у меня квартира вся завалена. У меня до сих пор куча завалов, на самом деле. У меня времени до сих пор только мне-то всё это перебирать. Короче, я квартиру немножко прибрала, так сказать, да. То, что это... Ну, не то, чтобы прям сильно прибрала. У меня тут ещё много всё делать. Но, короче, частично я это прибиралась. Далее ещё надо было всё-таки к рождению ребёнка готовить. Да, у меня тут пузяка сейчас. Ух, может, встану, покажу. Ой, вот у меня уже пузяк. Сильный, огромный. Ребёнок родится буквально через неделю три, наверное. Третьего января. Вот, что я тут гадаю. Третьего января у меня этот самый термин. Термин, этот самый, как называется по-русски, да. Короче, к врачу, в больницу уложу с третьего января. Кесарево запланировано у меня. Что я хотела сказать? Так вот, значит, вот в это время, вот, август, ну, там, конец июля, август, сентябрь. Я, как бы, что-то там ещё делала, там, активничала. Даже, по-моему, какие-то главы выложили на это самое, для перевода. А потом, значит, в октябре у нас была запланирована поездка в Диснейленд. И это должен был быть подарок моему сыну на день рождения. У сына теперь день 24 октября. И вот, как бы, к этому числу мы, как бы, планировали эту поездку. То есть, поездка запланировалась в этот самый, ну, там, буквально 4 дня мы там были. Но всё равно там нужно было подготовить как-то, ну, как, сейчас же корона ещё идёт, да. Как мы поедем, какие-то тесты надо сдавать, да. Какие там условия, куда там ехать, какой транспорт, какие аттракционы там есть, какой у нас отель. Короче, всё это надо было запланировать, то есть, как бы, чтобы у нас время, вот это 4 дня, чтобы провести максимально эффективно. И помимо этого ещё там было другое кое-что. То есть, другое-то знакомая моя, она открыла, как сказать, праксис, своё заведение, как называется. Ну, там, лечебный массаж, лечебная гимнастика, вот такой вот, наконец, свой, свой, как бы, филиал, филиал открыла. И меня попросила этот самый, задизайнить её, короче. То есть, делали мы ей логотип. Ну, я почти, что за копейки полнейшее это сделал, конечно, но, ну, просто мне нужно было для портфолио. Мне было, конечно, интересно с ней работать, потому что всё равно это, ну, опыт, первый, так сказать, мой такой серьёзный заказчик. Потому что там мы сделали и логотип, и визитки, и листовки приглашения, и эти самые, как его, шильды, 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 как это называется? Шильд, господи, табло, короче, на дверь, у которой висит, такое табло большое, да? И наклейки на окна какие-то мы сделали. Ну, короче, там, это там, довольно-таки большой такой список. Я, конечно, совсем копейки за это всё взяла. Ну, просто, зато у меня есть право это всё показать, ну, как портфолио. Я ещё хочу, конечно же, всё это дело на сайте своём, в linik.ru, всё это там поместить. Конечно, сайт, конечно, там сейчас ужасно убогий, можете даже не заходить туда, потому что там всё очень убого. Там я буду всё переделывать, когда не знаю, когда-нибудь, да, и сделаю. Вот, и за этот самый, обязательно тогда вот этот праксис по физиотерапии, потому что покажу его. Вот, значит, и она открывалась тоже где-то в октябре, то есть первое число октября нам должно было открываться. То есть я сентябрь и вот октябрь, по первые там полмесяца, я ещё занималась этим проектом. Вот это всё там, всё это проразрабатывали с ней. Вот, тоже, опять-таки, времени свободного как-то поубавилось, то есть у меня как бы забота там, забота сям, то есть уборка и подготовка к рождению, и проект дизайнерский сделать, и подготовиться к этому, к Disneyland поездке. Ну, в общем, тоже там была организованность, ну, как бы много чего надо было делать. И я думаю, что ж, вот всё, как бы сейчас октябрь заканчивается, и ноябрь-декабрь у меня остаётся два месяца, прежде чем я рожу, чтобы можно было сесть и попереводить в эту мангу, или позаписать видео для Ютуба, или ещё что-нибудь, наконец-таки, творческую свою деятельность начать, да, то, что это, сайты свои попеределывать, да, себя как дизайнера уже презентовать, наконец-таки. Ещё вы думаете, всё, как обычно, пошло не так, как запланировалось. В ноябре месяце, значит, ещё до этого у меня был ещё один проектик, у меня ещё с лета тянется это дело, это у нас моя театральная группа, куда я ходила, я, конечно, давно уже не хожу, где-то с начала этого года я перестала туда ходить, как раз-таки по причине того, что бабушка ногу сломала. Так вот, значит, там у нас театральная группа, но из-за короны мы собираться не можем, и решили сделать, ну, в смысле, представление сделать не можем, и решили они сделать голосовое такое сказ... Впрочем, вот этот вот спектакль они голосом записывают на студии, на студии специальной, да, звукозаписывающей, и в это дело в виде сидишки будем продавать, не продавать, а, точнее, больше как раздавать своим знакомым, там всего лишь 40 дисков будет, вот, и вот этот вот дизайн диска, это Мария, это наша руководительница, она просила сделать это меня, да, потому что я, как бы, знакомый дизайн, я тоже, опять-таки, за копейки это всё сделаю, ну, и, в общем, как бы, тоже буду как материал для портфолио моего. В общем, началось это дело ещё летом, а летом я съездила там их пофоткала, взяла фотику подруги своей, я их там нафоткала, я, как бы, всё это концепт весь этот самый нарисовала, сейчас, говорю, что будем делать, всё, как бы, уже договорились, помимо диска, то есть, надо было картинку на диск, обложка для диска и ещё брошюрка, которая вставляется внутрь диска, вот, для брошюрки нужен текст, и для обложки тоже нужен текст, а для диска самого кругленького нужно, что там будет конкретно стоять, то есть, кто сделал, да, на какой студии это сделано, может, какие-то лейблы там, типа, там, копирайт и так далее, да, и вот это вот всё, как бы, я ждала от неё, что конкретно туда пихать, в основном я ждала, конечно, текст, она текст долго-долго-долго-долго не слала, где-то только в конце ноября она это дело послала, и вот сейчас, нет, не в конце ноября, где-то в середине ноября она послала, у меня там было бы этот самый, уже другим делом, где он занимался, там у мужа были с учёбой, не то, что проблема, там у него завал был с учёбой, вдруг оказалось, что ему, оказывается, в сентябре надо было сдать какой-то курс по внедрению в рабочий процесс, как карьерный тренинг, короче, это называется, оказывается, это тоже входило в учёбу, и только в конце сентября мы об этом узнали, да, и вот в октябре я не могла ничего с ним сделать, да, муж, естественно, тоже он там с учёбой завален полностью, потому что у него там два курса идут отчислять одновременно по-немецки, он по-немецкам там очень плохо разговаривает, короче, у него там тоже завал, я сказала, давай этот карьерный тренинг я просмотрю, и тебе вкратце расскажу, что там было, всё типа такого. И вот в этот самый, в ноябре, две недели, даже я начала чуть раньше, но вот в ноябре, вы считаете, за две-три недели я этот карьерный тренинг ему прошла, рассказала, что ему там, что-то как, как бы, в принципе, там ничего такого особо интересного не было, нет, ну, парочку вещей там всё-таки были интересные, но как бы не особо... Ну, короче, если бы он это смотрел, это бы на несколько месяцев затянулось бы точно, потому что там всё по-немецки, и я, допустим, смотрела видео в ускоренном виде, то есть там полтора, там два раза быстрее речь шла, потому что я это могу на слуху нормально понять, а ему это было бы намного сложнее, потому что он по-немецки плохо понимает. Короче, вот этот самый, в ноябре я занималась карьерным тренингом, в конце номера пришло вот этот вот, наконец-таки прислала мне Мария текст, который нужно в брошюрку для сиди этого впихнуть, и пошла теперь же раз с этим диском. Сегодня буквально это самое отправили в картинку только диска, пока что только диска, а то в картинка диска, на этот самый, на печать. И главное, это Мария такая смешная, блин, это самое, она мне говорит, ну, она мне сколько там, несколько месяцев с лета начиная, ничего не высылала, да, то есть как бы у меня затормозился проект, ну, как бы и всё. Я там занимаюсь своими делами, там, другим какими-то, и тут она, значит, высылает мне этот текст, и я, значит, пока не могу с ним работать, там, две недели ей пришлось подождать потом, пока я этот карьерный тренинг закончу. Потом этот самый, за неделю я ей буквально там быстро-быстро там напихала, что только могла, ну, как бы у меня до этого был какой-то концепт сделанный, я её и посылала, она мне ничего не ответила практически, сказала, мы это позже обсудим, сказала она, и всё. Тут она, значит, высылает этот текст, через две недели я что-то там пытаюсь сделать там, за недельку я что-то сделала, доработала немножко, послала ей снова, она говорит это самое, ну, тут надо кое-что там доработать, мы это ещё обсудим с тобой. А теперь она мне буквально вот пару дней назад, она мне пишет и говорит, Даша, я хочу успеть всё сделать до праздников. Праздники в Германии начинаются 24 декабря, то есть это разъездство католическое, да, то есть у нас осталось буквально полторы недели, мы должны до праздников всё это дело успеть. Ну, вот как это так? Вот как это так? Плюс ко всему, плюс ко всему, у меня как бы своих ещё забот полно, то есть я ещё не успела до конца сделать все формуляры для рождения ребёнка, то есть ребёнок рождается третьего, вытаскивают его, точнее, из меня, третьего января. А в Германии это самое, все вот эти вот бюрократические, бюрократические вот эти волокиты, это просто кошмар полнейший. То есть в России как происходит? Это как происходит? Вы рожаете, приходите в МФЦ, много пациентарных центров есть у вас в городе, ну, по-моему, сейчас в каждом городе должен быть МФЦ какой-то, хоть какой-то, да? Говорите, я родила, вот с выписка из больницы, вот мой паспорт, вот сюда паспорт мужа там, или там следствие о браке, пожалуйста, помогите, да? И вам девушка там оператор, она всё за вас делает, она просто там, и всё, всё, абсолютно всё. И медицинскую, и следствие рождения, и прописку она вам сделает, и всё-всё-всё-всё-всё сделает, а там вот в одной точке одна вот эта девушка, она всё для вас сделает. Здесь же это просто кошмар. Смотрите, сейчас я покажу вам. Это как бы ещё не все документы, это как бы только часть документов, документов, так, вот это вот не то. Вот это вот не то. Значит, вот здесь у нас будет целая такая стопка документов, тут надо будет, это какой-то формуляр, типа, кто папа, кто мама, какая у нас религия, где мы проживаем, ну вот это ладно, ещё понятно. Зачем, правда, в религию спрашивать, непонятно. Хотя нет, я знаю для чего. В Германии, если ты этот самый, как называется, христи, как он называется, вот у нас православие, а в Европе кто они? Католики. Если ты католик, то ты должен будешь отчислять проценты со своей зарплаты, этот в католическую церковь, у тебя как бы идёт, ну, налог снимается, автоматически из тебя. Далее там копия паспорта, потом надо будет копия паспорта мужа, следствия о браке, есть приведённые на немецкий язык. Далее, надо сюда ещё впихнуть следствия о рождении моём, следствия о рождении мужа, при этом они оба должны быть приведены на немецкий язык. Я когда узнала, что надо наше с мужем следствия о рождении, я, конечно, прохренела, потому что, ну, прохрена они там нужны, да, то есть вот паспорт есть, есть следствия о рождении о браке, зачем ещё наше следствие о рождении? Ну вот, надо, надо. Вот, и, в общем, я посмотрела у нас ни на моём, ни на мужа следствия о рождении, мы ещё не делали переводы. Вот сейчас мы побежали, значит, делать перевод, сегодня уже этот самый готовый, сегодня будем забирать. Переводы стоили два следствия о рождении 45 евро. Одно следствие о рождении с апостилем моё, другое без апостиля. Я, конечно, когда увидела, что у мужа апостиля нету на следствие о рождении, я, конечно, тоже сильно испугалась, потому что, возможно, это, типа, не прокатит. Я тут же, давая звонить, написала мейл нотариусу русскоговорящему здесь, он говорит, мол, апостиль делается в течение двух-трёх месяцев, он говорит, это раз. Плюс ко всему, стоит это будет 500-800 евро, это два. Если у вас, типа, говорит, есть родственники в России, где вы проживали до этого, где вы вам документ выдали, то это будет подешевле, там, 200-300 евро, всего лишь, всего лишь 200-300 евро сделать апостильный документ. Я сказала, хорошо. А, не, я сначала позвонила ещё в этот самый, куда это нужно, короче, в городской, не позвонила, опять-таки, мейл написала, в городской этот самый, короче, как паспортный стол, типа, такого. В паспортный стол я тогда написала письмо, сказала, что вот так и так, у нас скоро рожать, да, выяснила, что у мужа нет апостиля на это сестра рождение, можно ли сделать перевод документа, но без апостиля. Она сказала, да, можно, слава богу, хоть что-то не надо там, 800 евро, это шахреть, просто платить за какой-то апостиль. В общем, да, пошли сделать перевод, 45 евро перевод стоит, сегодня будем забирать. Сюда ещё что войдёт, считаю, что войдёт справка от врача, когда уже родится, там, по факту, ну, в общем, здесь пара бумажек уже, это уже как готово. Это всё, вот это всё, это как бы, мы вот с этим получим свидетельство о рождении ребёнка, вот с этой фигнёй. Дальше, с этим свидетельство о рождении и куча других копий, документов, типа там, свидетельство о браке, переплодительные, нет, действительно, просто в раке не нужно. Паспорта наши нужны, вот, паспорта нужны будут. А здесь, значит, в этот сам, медицинскую страховку отдельно посылаем сами, уже, я всё подготовила, да, мне осталось только дату рождения вспихнуть, да, ещё, и всё, как бы, написать. Далее, пакет бланков для джоп-центра, чтобы сказать, что мы теперь уже не втроём живём, а вчетвером, пожалуйста, доплачивайте нам чуть-чуть побольше денег, мы до сих пор на социале сидим, если что. Далее, ещё один пакет бумажек для детских денег, и сегодня, как бы, последний, как бы, пунктик, который нужно будет сюда делать, это какой-то, сейчас, секундочку, уберу, ладно, потом, для вас, чтобы не сильно мне тратить, это, короче, какие-то родительские деньги, то есть, если, ну, я думала, что эти родительские деньги нужны только в том случае, если человек работал, а мы, ну, за последний год, а мы последний год, мы не работали, то есть, муж у нас учился, я делала практику, потом я забеременела, то есть, как бы, мы последний год, мы не работали, а нихрена, короче, хотя практика, это тоже считается, как работа, у меня там 100 евро в месяц оплачивали, это всего лишь, но всё равно, типа, как работа считается, но даже если бы не было этой практики, всё равно нужно запомнить 13, 13 нафиг листов, вот зачем, с одной стороны, конечно, тут, я терпеть это не могу, зачем это всё надо, и тут надо с такими, мелочи показывать, сколько вы заработали, сколько у вас детей, почему всё это надо заполнять самим, потому что у них очень жёсткая защита информации, то есть, допустим, я вот этот, каждый вот этот вот антрак, каждый этот формуляр, я должна отправить в отдельную точку, то есть, если вы МФЦ, вы приходите, говорите девушке, помоги мне, вот тебе мои документы, сделай мне всё, она сама там во все, во все ведомства сама запросы посылает, а здесь ведомства друг с другом не имеют права как бы смешиваться, я обязана дать разрешение, чтобы они могли друг с другом коммуницировать из-за моих каких-то документов, то есть, там прям, ну, разрешение писать надо постоянно, вот это письменное, но это сейчас никто не делает, потому что это всё полное, ну, вообще никто не хочет такой фигню заморачиваться, поэтому всё вот это ложится на плечи самих людей, кому это надо, да, и мы должны сами заполнять эти вот все эти бумажки, при этом ещё как бы прийти к, в какое-то место, сказать, что я не знаю, что тут писать, пожалуйста, помогите мне, такого сейчас нельзя, потому что коронавирус, никуда не пускается, либо по онлайну, либо по телефону, либо по мейлу, либо по почте, да, посылать надо будет, а если хотите прийти лично, то надо, это самое, брать какой-то, брать заранее номерок на приём, и ждать его вообще тоже, короче, номерок на приём, частенько, ну там, пару месяцев можно даже ждать, ну, скорее, какое-то, какое ведомство, где-то может быть быстрее, где-то может быть подольше, ну, короче, да, ой, короче, сейчас у меня осталось до родов буквально три недели, я за мангу, я бралась за мангу, было момент, что я бралась за мангу, у нас уже готовы главы до 213, по-моему, но у меня нет времени это всё выложить в интернет, почему? Потому что у меня почему-то перестала работать ритм манга вообще полностью, то есть до этого не работали другие сайты с мангой, то есть как бы в Германии тут этот, это как бы лучше борьба с пиратством идёт, да, и вот эти вот сайты, где у нас есть, попадаются названия манги, так сказать, нелицензионно выпущенные, так сказать, ну, для Германии, по крайней мере, то все эти сайты, они у нас блокируются, и мы не можем зайти на сайт, надо просто-напросто сесть и там как-то куда в ВПН настроить, либо проксистировать какой-то найти нормальный, чтобы я могла зайти на эти сайты и закачать нашу мангу, но у меня реальности на это всё, на это всё нет времени, то есть я как бы, главы готовы, они лежат у меня на компьютере, но мне никак не залезть, не загрузить их, я могу загрузить их на наш сайт, но опять-таки, это нужно сесть и вот загрузить, потому что на нашем сайте упала читалка, я никак не могу с ней разобраться, ну, чтобы как-то восстановить её, там приходится более сложно, более трудоёмко как бы этот процесс загрузки на наш сайт, и поэтому тоже это нужно просто сесть денёчек какой-нибудь, да, и сделать, а последние пару недель что-то у меня там звонки какие-то, надо по врачам походить, и сына куда-то на врач, к врачу, всё это самое, потом сына там этот самый, там на какие-то день рождения там пошли у знакомых, у знакомых сына, потом ещё какие-то, как-то они называются, там праздник, ёлка, вот 12-го числа был, ой, это, конечно, кошмар, потом этот самый, для рождения ребёнка у нас тоже там последние, так сказать, закупки оставались, там в Икею съездили, когда мы съездили в Икею, блин, я не записала число, а вот 11-го числа мы съездили в Икею, 11-го, 12-го, блин, нет, что-то не то, 11-го, 11-го, блин, мы не 11-го были в Икею, я уже не помню, когда мы были в Икею, честно сказать, 11-го мы ехали к бабушке, навестили бабушку, 12-го, этот самый, Вовчика, сына на этот, на ёлку отвезли, а в Икею мы ехали раньше, а почему у него тут 11-го стоит, может это 11 часов утра? Нет, там было не 11 часов утра, потом дальше это самое, и дальше я разгребаю ещё подвал наш, у нас там куча всяких вещей, которые он хотел продать, потому что там вообще завал полнейший, мы там кучу всего выкинули, там машину заказали, которая в мусор возит, она это всё это забрала, но там всё равно ещё куча хлама, потому что мне отдали, мне подруга отдала, когда переезжала в другой город, она отдала мне какую-то люльку, маленькую, потом она, потом мы сами нашли ещё кроватку, но кроватка оказалась большая слишком, то есть я рассчитывала, что она будет 120 на 60, а та кроватка, она в объявлении написано было, что она 120 на 60, а она оказалась 140 на 70, у меня вся, это самое, все вот эти вот простыни и так далее, у меня всё рассчитано на маленькую кроватку, на 120 на 60, которая, короче, теперь у нас, потом надо было новую кроватку искать, ну, так бы, ищу я, типа, как Авито, да, без там объявления такие, eBay, маленькие объявления называются, eBay, Klein Anzeige, там я искала все эти вещи, часть, что-то там бесплатно давали, что-то там платно, ну, какие-то, ну, за копеечки какие-то, ну, короче, пока вот это всё тоже, всё это организуешь, да, там нужно и пеленальный столик, и вот эта кроватка, и ванночка для ребёнка, короче, там большой, на самом деле, список всего-всего, да, за это тоже надо всё как-то организовать, чтобы всё уже было, и, да, чтобы была, как бы, был у ребёнка уголочек свой какой-то, бог ты мой, короче, да, вот такие вот дела, как всегда, я планировала, что будет время свободное какое-то, а потом, всё медным тазом накрывается, и времени свободного, конечно же, нету, нету, и ничего-то его как-то не предвидится, хотела, конечно, сильно вкратце рассказать это дело, но я, в принципе, довольно кратко это рассказала, давайте на это закончим, в общем, пожелайте мне удачи, я надеюсь, что сейчас у меня осталось ещё парочку дел, у меня ещё в списке вот это вот родительские деньги, 13 листов заполнились, это раз, дальше мне нужно собрать сумку в роддом, это там, буквально там ещё две вещички, там надо в магазин сбегать, скупить, забрать переводы, сегодня пойдём, потом сына нужно ещё к этому, к врачу отвезти, пока я ещё не родила, мне как бы можно ходить по врачам, да, то есть, блин, так это объяснить-то так, короче, ладно, забейте, не буду объяснять, не буду, по-моему, морочить голову, короче, пока я ещё не родила, это желательно сходить с сыном по врачам, там, этот самый, ему надо обследование к обычному доктору, ну, просто плановое обследование сделать, потом ему надо к ортопеду отводить и к зубному ещё надо отвезти, вот к зубному к ортопеду у нас в середине номерки есть, один будет до 2 числа, до 20 числа, до 2-го 23 числа, а вот к обычному врачу мы не можем попасть, я сегодня звонила и мне сказали, что врач временно недоступен, то есть, они временно сейчас закрыты, а насколько временно, непонятно, да, то есть, я думала, я вообще хотела его другого врача перевести, который у нас вот рядышком, буквально там, через дорогу перешёл, там уже французский, звоню им, они говорят, что у нас тот самый, мы принимаем только новорождённых, а те, которые уже у другого врача числятся, типа, ходите к своему врачу, мы новых их не берём, я пойду к ним, потому что, блин, мотаться ещё в центр города, там ещё в путь соехать, плюс ко всему, мотаться в центр города, это нужно каждый раз ещё тест делать, это рвайф троллейбусов, то есть, у нас нет транспорта, в транспорте, когда мы заходим в транспорт, нам нужно, у нас как бы правило 3П называется, если по-русски, то 3П, это либо ты переболевший, либо ты привитый, либо ты протестированный, вот, во многих местах, конечно, там уже 2П стоит, то есть, допустим, мы не привитые, не переболевшие, мы в многие места заходить не можем, хотя сегодня, сегодня я зашла в какой-то магазин, там было написано, что там было 2П, то есть, либо привитый, либо переболевший, но, так как я беременная, мне поблажка, то, что, раз ты беременная, то тебе, возможно, ещё не хочется делать прививку, то, пожалуйста, покажи тест, что ты не болеешь коронавирусом, и можешь заходить, и всё-таки я зашла в этот магазин, купила, что мне надо, там надо было буквально, там какую-то баночку, да, сыну на этот сам, какую-то поделку надо сделать, да, вот какие такие банки ещё там найти, да, есть, конечно, в других магазинах, там, они по 5 могут евро стоить, там, маленькие, а этот евро, небольшая баночка стоит, тоже, блин, нафига эти банки, надо было как-то, мы такое не кушаем, на самом деле, это под мамелады, баночки, мы мамелады не кушаем, поэтому у нас дома нет таких баночек, ладненько, всё, короче, всё, всё, не короче, да, мотаться по врачам, тоже проблема, потому что нужно, чтобы у тебя был тест, тест делать в нашем районе сложно, потому что там у нас всего два места, где можно сделать тест, туда идти минут 20, пешочка, на трамвае там, там можно одну остановку проехать на трамвае, а вот ещё одна остановка, там как бы, сейчас она делается как раз таки, то есть в принципе там можно будет, потом две остановки проехался и как бы быстро когда ехал до этого места, но не сейчас, плюс ко всему, в трамвае сесть ты не можешь, всё равно, пока у тебя не будет справки, что ты протестировался, то есть надо всё равно идти пешком в тест на центр минут 20, там, значит, делаешь тест, через 15 минут приходит результат, и можешь уже езжать куда хочешь, всё, да, ладно, всё, не буду больше раз заморочить себя по всей этой глупостями, короче, я надеюсь, что у меня ещё будет момент, и я до Нового года загружу те главы, которые у нас есть, потому что, что будет, после того, как я рожу, вообще без понятия, 3-го числа, значит, 3-го января у меня ложусь в больницу, плана, лайкесовое сечение, пожелайте мне удачи, первый раз тоже было лайкесовое сечение, в принципе, там всё хорошо прошло, я надеюсь, что сейчас тоже всё хорошо пройдёт, плюс ко всему, ещё в больнице, больница немножко другая, всё-таки, это не та, которая первый раз лежала, первый раз я в России, в Питере, в пермедицинский, кто был в пермедицинский, кто лежал в пермедицинском, тот, я вас понимаю, вы меня тоже понимаете, о чём идёт речь, это такое, такое советское, такое, ну, как бы, ладно, не буду говорить, может, там уже с тех пор, с 2017 года, может, уже там что-то, что-то уже и получше, там, с ремонтом и так далее, и с обращением персонала прошло, может, сейчас у них там всё и хорошо, но в тот момент, когда это было, это была просто катастрофа какая-то, а сейчас здесь, в Германии, всё-таки больницы, они поприветливее, я пришла, я там уже, ну, нифига себе, даже муж может присутствовать на родах, это самое, там у меня вообще так строго было, вот я родила, там муж вообще, ему нельзя было заходить даже ко мне, потому что там строго-строго, там, этот, как это называется, дизентерия, нет, дезинфекция, 2012 год, короны ещё не было, но посещать папы, посещать мамочек с ребёнком своим не имели права, потому что они могли принести всякую заразу с улицы, поэтому те, кто лежал в платной палате, вот к ним папочки могли заходить, причём они заходили прям в куртках, этих самых, в своих сапогах, там все дела, нормально так всё было, то есть, если у тебя денежки есть, то, пожалуйста, проходи, заноси свои вирусы, а денег нету, пожалуйста, лежи в палате с другими, там, шесть мамочек у нас лежало, шесть мамочек, шесть детишек в одной палате, о, так кошмар, конечно, было, ладно, я что-то всё, всё, не могу никак закончить, короче, да, я надеюсь, что сейчас будет попроще немножечко, по, по, в отношении к персоналу, в отношении ко мне, да, я надеюсь, что всё будет получше, в этот раз, хотя бы роды будут получше, а не беременность, потому что беременность совершенно ужасная была, я до сих пор, это самое, мне, мне ходить тяжело, я встаю, я потом так, как пингвин хожу, это кошмар, на самом деле, тяжело, ужасно, и сидеть за компьютером, могу буквально часа два-три, потом уже всё, мне надо встать, мне надо походить, потому что я не могу, ну, либо лечь, полежать, потому что у меня, этот самый, всё там начинает затекать, болит, чувствую себя, как у какой-то старуха, этот 90-летний, ладно, всё, давайте, всё, заканчиваем, всё, счастливо, пожелайте мне удачи, и я надеюсь, что всё скоро уладится, и у меня появится свободное время, и к манге я ещё вернусь, и к манге, и к ютубу, и так далее.